Обычно столько народу в парке Ривьера здесь бывает в самый разгар летнего сезона, но в это воскресенье здесь собрались сотни ребятишек и их родители, чтобы отметить Всемирный день защиты детей. Игры, стафеты и аттракционы не давали скучать юным сочинцам. Кстати, практически все карусели работали бесплатно. Мне кажется, что нам удается этот праздник. Удается потому, что детки радостные, улыбаются, родители довольны. Ну и, конечно, мы очень довольны. Еще раз повторю, что наш город – город счастливых горожан. Общественная организация Лига женщин МОЗ Добра уже пятый год принимает непосредственное участие в подготовке праздника. Ее главная миссия – помочь больным детям, а также поддержка одаренных и творческих ребят из малообеспеченных семей. Лига женщин недавно закупила оборудование для перинатального центра, постоянно финансирует дорогостоящее лечение больных малышей. И помощь тем, кто в ней нуждается, продолжается даже в празднике. Сегодня, несмотря на то, что праздник, все детки отдыхают, но дело такое здоровье, сами понимаете. Сегодня у нас отправлен один ребенок в Пятигорск на сложнейшую операцию. Лига женщина платила ему 87 500 рублей. То есть мы приняли такое вместе с Терентьевой, Людмила Олеговна, это, знаете, наш главный педиатр, такое решение, что все-таки этого ребенка надо туда на операцию. Это ему необходимо для дальнейшего жизненного существования. Ну, такую работу ведем. В этот день пригласительные билеты в сочинский дельфинарий получили около тысячи человек. Это дети не только из Сочи, но и из отдаленных поселков. А после выступления все гости получили вкусный презент – мороженое. Я, конечно, желаю, чтобы чаще такие праздники происходили у нас в городе. И спасибо, кто организовал эти праздники детям. Мне понравились, как в дельфинарии, как там дельфины, ну там, вот так, вот так прыгали и через палку прыгали. Мне понравились все животные в дельфинарии. А мороженое? Тоже. Мне тоже мороженое. Развлечения, угощения и подарки – этого ждут дети и в избытке получают 1 июня. Однако задача взрослых – не просто воспитать подрастающие поколения, но и сделать так, чтобы их детство ничем не было омрачено. А праздник у каждого малыша был каждый день. Галина Моисеева, телекомпания КТН.